Жалкая замена литературы Большая честь вас принимать у себя Я вспомнил, вот как Леонид Алексеевич Филатов мне говорил Самый дисциплинированный человек, которого я видел в жизни, это Демидова Каковы истоки этого? Кто вас так воспитал? Не знаю, я сама на себя, сказать честно, злюсь за это Потому что я всегда прихожу вовремя, но кроме репетиций А репетиции, которые назначались у нас всегда к 10 часам утра А для меня это практически только начало сна Поэтому я всегда опаздывала И потом Любимов понял, что от меня, собственно, толку нет до 12 И он не разрешил приходить единственный после 12, после перерыва Но можете себе представить, как меня после этого любили все Но тем не менее любили, я должен сказать Не думаю Я, правда, не очень понимала это Потому что не очень вникала Жила на обочине в театре Но потом Каким-то задним воспоминанием и так далее Поняла, что, наверное, не очень Знаете, я очень часто переслушиваю запись Гамлета И пересматриваю то, что от него осталось И вот по сцене с вами, когда призрак ходит под полом У меня всегда было ощущение, что для Любимова это история безумия Что Гамлет не видит призрака или что призрака на самом деле нет Что он просто безумец И он внушил себе и то, что отец отравлен Что это история сумасшествия человека Который помешан на собственной чистоте У вас не было такого ощущения? Нет, я думаю, что это Как бы концепция более сложная, чем была у Любимова Вот на том, как вы это говорите Это можно построить, кстати, спектакль И совершенно другой Нет-нет Там было все по-другому Сейчас это уже немножко такой миф Потому что по-разному все это вспоминают В смысле Любимов, Смехов, Золотухи, ну и так далее Я помню, во всяком случае, моя версия Как-то во... В общем, я мечтала сыграть Гамлета И репетировала в училище И вот эта вся эта идея я носилась-носилась Так, что в юности появилась маленькая статья Почему я хочу сыграть Гамлета И когда Высоцкий прочитал это Он сказал Ты что, серьезно? Я говорю, ну да И даже вообще более чем Через какое-то время он стал приставать к Любимову Я хочу сыграть Гамлет Это продолжалось приблизительно год Ну, когда это все началось Любимых не хотел Но я думаю, что вот от идеи Боровского этого занавеса Это все и началось И началось не с концепции А постепенно Ну, собственно, постепенно и сам спектакль рос За эти 10 лет 10 лет 10 лет Ну, в 70, по-моему, первым Ну, во всяком случае, мы начали это рано В конце 69-х Так-то Премьера в 71-м И до 80-го года Спектакль очень менялся из-за Высоцкого Высоцкий рос Причем Не только актерский Человеческий А в этой роли, в общем, это самое главное, наверное Но у меня было ощущение Вот то, что он в черном, а все в белом Понимаете, он сходит с ума Из-за своей девственности Потому что для него это непреодолимый рубеж Поэтому он ненавидит развратную мать Поэтому он страстно скучает по отцу Он не может перешагнуть эту границу с Афелией Он считает, что мир погряз во зле И поэтому он мрачный безумец А вы со Смеховым сидите Счастливая, красивая пара Помните, пересмеиваясь на этом двойном троне Чуть ли не щекоча друг друга То есть было ощущение, что между вами полная гармония Более того, после этого предыдущего Гамлета Папы Вы наконец нашли нормального человека И сцена, когда он вас оскорбляет после спектакля Ну, простите, сочувствие там совсем не на его стороне Нет, я думаю, что это вы попали на какой-то неудачный спектакль Который совершенно не прояснял ни замыслов, ни вообще намерений А как это было замыслям? Замысел был, во всяком случае, Гертруда вышла по необходимости Замуж за брата Мужа Потому что она понимала, что престол отдавать сыну Гамлету Как бы он только что студент Да Виттенберга И вообще непонятно Да и рано А рядом был, в общем, человек, который все в курсе всех дел Брат Поэтому это был брак такой По необходимости сговоры Когда она поняла после вот этого спектакля, после, что практически там было самоубийство И там, не пей, Гертруда, я пить хочу Да, она понимает, конечно Я пить хочу То есть это наказание То есть там были, ну, не такие сложные, как... Да, но это было бы красиво Кстати говоря, этот спектакль, насколько я понимаю, был воспринят Сразу большой частью общества, например, Бродским, в штыки Он просто ушел, как вы знаете, после первого отделения в Лондоне А какое было отношение к этому Гамлету, когда он вышел? Ну, наверное, разное Потому что это все-таки ранняя таганка Раннюю таганку совершенно не принимал МХАТ Ну и вообще старые актеры Поэтому, видимо, они как-то... Но, с другой стороны, вы знаете, вот Там, как не относиться к театральной критике Во всяком случае, я так осторожно к этому отношусь Ну и практически не читаю Но не в этом дело Гаевский, который посмотрел до премьеры Ну, какой-то прогон Он написал статью Ну, во-первых, очень тонкую И какую-то праведческую Именно в нашем направлении Ну, например, мы же все были действительно неопытные И, скорее, эти были намерения не очень профессионально выраженные Во всяком случае, моя распластанность таких вот крыльев Это было случайно Но он это отметил А когда я это прочитала, то я это сделала сознательно Для меня это вообще лучший спектакль Таганки Что кто ни говори, но... Я, может быть, с вами соглашусь Потому что, слава богу, и пьеса-то неплохая Ну, пьеса-то неплохая Но, знаете, когда он вот так летит, сметая Это, знаете, тут волосы дыбом у всех вставали И занавес Занавес, конечно Хотя я не понимаю, что он олицетворяет собой Занавес? Да Ну, его по-разному трактовали То время Сметает время Время, скорее всего, да То стена Альсинора, которая как бы сужает пространство Ну и так далее То есть по-разному И вот эта яма с землей, понимаете Вот просто кусок земли на сцене И совершенно волшебно было Помните, когда он читает монолог А все передают его, как стукачи Вот это было дико смешное Это был смешной спектакль, как ни странно Потрясающий полоний Ну, как у Шекспира всегда было Как у Шекспира, да Его портрет в полный рост висит на входе в здание Нью-Йоркской фондовой биржи Более известной как Уолл-стрит Знакомьтесь, это Уильям Ганн Человек, который изменил представление о биржевой аналитике Родители Уилла были фермерами И доходов едва хватало на пропитание многодетной семьи Дабы как-то помочь отцу Уильям бросил учебу и пошел продавать газеты в поезде Тут и начинается его большая карьера Не мудрено, что парень, который получал типографии газеты И первым узнавал новости А кроме того, имел возможность наблюдать Как пассажиры реагируют на прочитанное Быстро понял, что чем страшнее новость Тем охотнее пассажиры покупали газеты Тем самым он открыл для себя эффект паники 25 лет ему каким-то чудом удается устроиться В крупную брокерскую компанию на Уолл-стрит Книги, книги, еще раз книги Уильям впитывает в себя знания как губка Его интересует все Нумерология, математика, история, экономика, астрология Он вырабатывает комплексный аналитический подход Он ждет своего часа, потому что знает, что кризис – лучшее время для торговли И Уильям Ганн не ошибался Он предсказывает начало Первой мировой войны И, следовательно, крах финансового рынка Вкладывается в военную промышленность и в 10 раз увеличивает свой капитал Позже он предскажет и депрессию, и Вторую мировую войну И поражение Германии, и нападение Японии на Перл-Харбор Всегда будет опережать события на один шаг Секрет успеха Ганна был загадкой еще при жизни И до настоящего времени изучен не полностью Как известно, деньги любят тишину К концу своей жизни Уильям Ганн заработал более 50 миллионов долларов Он первый владелец частного самолета и яхты Придуманные методы анализа, с помощью которых можно рассчитать Какие именно тенденции будут преобладать на рынке в ближайшее время Используются до сих пор Сегодня тот бизнес, который умеет работать с большими данными Всегда эффективнее того, кто этот инструмент не использует И поэтому неудивительно, что таких специалистов нанимают по всему миру И уже сейчас их не хватает А самое востребованное и оплачиваемое направление в IT Сейчас Data Science Data Scientist создают искусственный интеллект Анализируют данные И самое главное, строят прогнозные модели Которые помогают бизнесу принимать верные решения И за такие навыки работодатели сейчас очень хорошо платят А государству предоставляют всевозможные льготы В России Data Scientist среднего уровня получает 250-300 тысяч рублей А за рубежом около 10 тысяч долларов Освоить эту профессию может любой из вас Вне зависимости от образования, возраста и опыта Где получить такую профессию? Мы рекомендуем курс по Data Science в Skill Factory Даже если раньше вы совсем ничего не умели То вас с нуля всему научат В обучении применяется специальная авторская программа Преподаватели практики из крупных IT-компаний Яндекса, NVIDIA и EOR На курсе гибкий формат обучения Вы сами выбираете темп и нагрузку Занимайтесь без отрыва от работы И учитесь столько времени, сколько есть Прямо сейчас 15 минут или 2 часа Во время обучения у вас будут задачи от реальных заказчиков Стажировки и хакатоны с потенциальными работодателями А в карьерном центре вам найдут новую работу Уже в процессе обучения А лучшего студентов лично рекомендуют По накопленной базе работодателей У каждого студента есть личный ментор Он поддержит процесс обучения И ответит на все вопросы Skill Factory лидер в обучении IT-специалистов А реальные отзывы и оценка 4,7% от студентов на независимых площадках Это подтверждают Прямо сейчас переходите по ссылке в описании Мы договорились со Skill Factory Чтобы дать вам максимально возможную скидку 45%, которая будет действовать по промокоду ЖЗЛ А почему-то, хотя все говорят о диктате любимого, все вы при нем расцветали Это была все-таки диктатура или просвещенный монархин? Опять-таки протяженность временная Вначале начинали команды И даже более того В училище Я помню Добрый человек и Сюзанна И там же недалеко было цирковое Или общежитие циркового училища Во всяком случае они у нас послись И все вот эти проходы Вся эта пластика Это они подсказали Музыка, там, Хмельницкого и Васильева Которые были на год моложе Ну, случайно Взгляни на серый дым Подыграли Да, да Ну и так далее То есть, когда в компании Вообще, это я люблю вот такой театр студийный Когда... Вообще, театр – это коллективное искусство И когда вот все заинтересованы Что-то выкоррелизовывается Ну вот И следующие спектакли так же шли Там «Десять дней, которые пришли» и так далее Да, была команда В общем, ранее Таганка Но потом Ну, Любимов тоже ведь тоже начинал только Как и мы Он в режиссуре Ну, а потом все закостенели И вообще как-то пошли по своим дорогам Можно сказать, что смерть Высоцку была концом Таганки? В общем, это не столько подвела черту Потому что началось с брожения Ну, вернее, конец такой середины 70-х Когда Любимов в первый раз покинул Таганку Вы знаете, вот, кстати До 75-го, до середины 70-х годов До 75-го года Он не выходил из театра Мы иногда даже думаем А когда он ходит в туалет или пьет чай? Ну, спит, да Да, да Он не выходил с утра до конца спектакля И, может быть, даже ночевал Не знаю Во всяком случае Но когда он уехал ставить оперу в Италии Луи Джононо В Ля Скало И вот это вот первый раз Когда мы остались без, как бы, хозяина И вообще я заметила в театре Как только Вот главные режиссеры Товстоногов там и так далее Начинают делать что-то на стороне Начинается брожение и упадок Я не знаю Можно вообще подольше об этом поговорить Вернее подумать Почему это так происходит Но, во всяком случае, это так было Но можно сказать, что Губенко ошибся Умоляя его вернуться Заталкивая его назад Нет Во-первых, это не Губенко Вот это миф, который я пытаюсь все время развеять Но это миф И я даже специально это опубликовала Дневники по числам Дело в том, что Любимов остался Как бы случайно После этой пресс-конференции Он поставил в Лондоне Преступление и наказание И была пресс-конференция Пресс-конференция закончилась И к нему подошел какой-то из посольства Нашего человек И сказал Ну вот вы здесь поставили преступление Вернетесь вам Будет наказание Любимов остановил всех Озвучил эту реплику И соответственно дальше Как бы все началось Во всяком случае Когда он Он написал заявление По болезни Официальное И попросил там Войти в квартиру Там заплатить Ну и так далее Что-то убрать И когда наши туда вошли Там даже была Оставлена чашка кофе Там не было Подготовки к отъезду Следов приготовления Это было случайно Ну просто уехали на два месяца Ну а потом Это все длилось И мы ждали Мы надеялись на Андропова И мы не знали Что это так Быстро кончится с Андроповым И когда уже был Черненко Представляете Я звонила Черненко по телефону Когда он уже был Ну я сама себя удивляюсь Сказать честно Не приходя в сознание Это не мой жанр Абсолютно Не ваш Нет Но Надо вам сказать Он говорил тихо Со мной орал только Лапин Бывший руководитель телевидения Когда мы попросили Снять на пленку Ну просто не показывать А просто зафиксировать спектакль Вот тогда он орал Что мы антисоветчики И шмякнул трубку И вот после этого оора Я позвонила Осторожно Черненко Да Ну как я позвонила Меня попросил Там В театре Дупак И он говорил Таким слабым И тихим голосом Говорил что Вы знаете Это не мое дело Я этим не занимаюсь Это министр культуры Мы пошли к министру культуры Министр культуры А как все чиновники тогда Они же никогда не возражали Они всегда соглашались Да-да Конечно Вильню И так далее Ну вот И тут закрутилось Тут закрутилось И прочее И так И Простите И когда уже даже назначили Эфроса Эфрос был уже Художественным руководителем Тем не менее Мы написали письмо Верховный совет Потому что уже был Горбачев И Горбачев сказал Что я не вправе решать Поскольку Брожанство И так далее Лишил президиум Верховного совета Поэтому обращайтесь В Верховный совет Мы написали коллективное письмо И там Была подпись Эфроса Не Губенко Губенко вообще В театре не было Другое дело Что Верховный совет Решал это долго Умер Эфрос И вот тут Была паника Что делать И чтобы нам не назначили Другого красного руководителя Решили вот так Решили попросить Губенко на время Пока мы вытаскиваем Любимого Потому что Вот-вот А теперь все говорят Что Губенко его вернул А решение Эфроса Вы считаете Было полной ошибкой Или в этом были резоны Это была ошибка И причем Его предупреждали И я И Боровский Я в это время С ним репетировала У него На бронной Пьесу Уильямса И поэтому Я могла с ним говорить Я сказала Мы ждем Любимого У нас Вот Мы Мы с ним Постоянно Перезваниваемся Ну и так далее Мы ждем Эти лазейки С кем поговорить Ну и так далее Он это знал Но с другой стороны Вы знаете Тоже Ведь всегда Бывают Две правды Я никогда Ни на какую сторону Не становлю Сказать честно Потому что Всегда есть оправдание И с той И с другой стороны А куда ему было Деваться С одной стороны Ему нужен был Театр И Ему нравилось Что-то На Таганке Он поставил Кстати в 75-м году Вишневый сад И мы совершенно Влюбленно С ним работали Во всяком случае Влюбленно Высоцкий Золотухин И я Это абсолютно Влюбленность Но это и спектакль Это был очень хороший Надо сказать Да И поэтому Он пошел Но мы его предупреждали И Боровский тоже Я не могу понять 70-е годы Это был действительно Наш серебряный век Советский Или это было Время удушения Конца И всего По-моему Это был ренессанс Ну как я ребенком Это помню Это было время В 20 раз Более интересное Чем сейчас А люди Которые жили тогда Говорят Что это было Зловоние Запреты Испивание Ну и деградация Как вы это помните? Вы знаете что В театре во всяком случае В театральном искусстве Это был Вот Ренессанс Дело в том Почему это возникло Во всяком случае в театре Потому что Академия так надоела И вот этот Этот провинциальный Психологический театр Так надоел Играли все одно и то же И одинаково Что поэтому Этот взрыв Таганки Современник попробовал Кстати на 10 лет пораньше Но они пошли по другому пути Они пошли по Ну такому Естественному Вот как мы с вами Сейчас разговариваем Ну современник Советский театр Правильно Потому что они пошли По пути кино Как бы Естественный диалог Строится мост Вот это оно Вот правильно Естественное Существование на сцене Я в предлагаемых обстоятельствах Ну и так далее То есть Абсолютно школа МХАТа Да Советский театр МХАТа Да И поэтому Таганка Это был взрыв Это взрыв И почему потянулись Тогда к Таганке Все лучшие люди Начиная там От поэтов И кончая Там я не знаю Флёровым Из дубны Да Поэтому Кончая Если уж на то Пошло стоматологами Сантехниками Это уже к концу 70-х Они в начале Их не было Нет 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 Ни в коем случае Нет Нет В зале У меня иногда Какие-то Остались Старые снимки Или Там Или со сцены Я вижу В зале сидит Там Сахаров Солженицын То есть В зале сидели Совершенно другие люди Это потом К концу 70-х Пошли Стоматологи Но вас не раздражало Что вокруг Таганки Существует Очень снопская Атмосфера Что попадание На Таганку Это момент Престижа И что Многие Кстати Раздували Антисоветчину Любимого И пытались Его противопоставить Чему этому Мне Ну это постепенно Постепенно Нарастало Но в начале Этого не было То есть сначала Это была именно Команда Что в зале Что на сцене В начале Это было Студейное Студейное искусство Очень хорошее Вы знаете Когда студейное Я помню По студенческому театру В университете Когда Равлан Быков Поставил Такую любовь С Иисавиной С Иисавиной Да Что вы упомянули Зеркало Он вам каким-то образом Объяснял картину Что он делает Ну понимаете Ведь это не обязательно Зачем А зачем Объяснять режиссеру Что-то Есть роль Есть атмосфера Есть режиссер Ну вот например Когда он только начинал И там мне предложил Дурочку Да кто такой Тарковский Вообще Я не знаю кто такой Он вам предлагал Дурочку Да-да Но понимаете Вот сейчас Я бы как бы не глядя Вот сейчас встала бы И побежала Побежала бы Но тогда Тарковский Ну кто Тарков Он начинающий Да Я даже помню Как он Но он На несколько классов Был старше Но тем не менее Их школа Приходила в нашу школу На танцы И он такой Как-то я его запомнила И в Авгике тоже Первый Стал джинсы носить И шарфы через плечо Ну и так далее Ну такой Модный Мальчик Который начинает Что-то там снимать А я уже Слушайте А вот само название Я всегда понимал Это что мы Зеркало родителей Что мы продолжаем Их судьбу И против воли Попадаем в эту ситуацию А как вы понимаете Почему зеркало? Ну Я не думаю У меня как бы По-другому сложилась жизнь А мы же все-таки Всегда отчитываем От себя От собственного угла Поэтому Тут можно Поспорить Но С вашей стороны Может быть так оно и есть Ну потому что я влипаю Во все ситуации В которые влипали Все мои предки Про которых я знаю Я их зеркало Я это про себя знаю Как бы я не хотел этого избежать Я повторяю чужую судьбу И ведь там Картина-то про это Он же повторяет Судьбу отца Хотя совершенно Нет, я с вами не согласна Нет, нет Зеркало не об этом Если вы говорите О зеркале Да, именно об этом Нет, нет Нет, нет Нет, нет А как вы понимаете Это скорее такая Ну глаза зрачками в душу Это скорее такой Самоанализ То есть это Зеркало меня Во всяком случае Меня и моего Как бы поколения А не отца Отец был совершенно Другой Я же Я его очень хорошо знала И в общем любила И общалась И была у него дома Ну и так далее И так далее Он совершенно Был другой тип Абсолютно другой Арсений Александрович Мне, кстати Очень нравилось Его стихотворение Вот и лето прошло Словно И не было Вздох Как Вдох Сожаления И Не бывало Ритмически Очень хорошо Арсений Александрович Как мне нравится Ваше стихотворение Ну прочитайте Вы Потому что поэт Вот и лето прошло Как и не бывало Как и не бывало Но в зеркале Читают Он самый Неплохо Ну да Потому что Поэту Всегда хорошо читают Иногда В отличие от актеров Это я вот И А вы когда Посмотрели Зеркало Первый раз Вам понравилось Да Очень Очень Ветер И начинается ветер Потому что В жизнь Вошло что-то И вот Божественность Совершенно Возвращаясь К проблемам театра Я так понимаю Что вы Без театра Существуете довольно органично Вам не нужно быть в трупе Чтобы держать себя в форме Ну вы знаете Ну вы знаете Я иногда Как бы Сожалею Потому что Театр Театр Это все-таки Хоть это Сейчас Опровергают Но раньше Во всяком случае На моей памяти Это была Не то что Семья Все равно Я была в стране Как от собственной семьи Но я все равно Знала Что у меня Где-то там Бабушка Там под Владимиром Где-то там Мама В университете Ну сеть Которая держит Да Это во-первых Во-вторых Дисциплина Репертуара Это Хочешь Не хочешь А ты играй Ну и так далее И какая-то защита Защита Потому что Вот я оказалась Абсолютно Ну Беспомощна В жизни У меня нет защиты У меня нет За спиной Никого Кто бы Так я могла бы Пойти там Я не знаю Ну машину Трудно было Купить машину Кто Конечно Дупак Ну конечно Театр Да Очень многие Актеры там Получали квартиры Ну ладно Там мы с мужем Кооператив Потому что Не Как-то Не важен Ну и так далее То есть Театр Это защита Больше скажу Все-таки Я всю жизнь Работаю в редакции Хотя литература Вроде дело одинокое Но если я Вне редакционного Контекста Не пойти Пообедать Не перекурить Не поговорить У меня нет чувства Среды Понимаете Поэтому я до сих пор Числюсь в редакции Вам нужна среда Или вы обходитесь Мне нужна среда Которая была раньше Компании Вот Компания Собеседники Даже не собеседники Ну например Вот Там я не помню Мы пришли там Сатар Маселяни В гости к Мирабу Маммардашвили Тот жил В коммунальной квартире Пошел на кухню Варить Курицу Чтобы потом Ее чуть-чуть Обжарить И мы сели за стол Естественно Они говорят Естественно Я как всегда В своей любимой позе На диванчике В углу Сижу И слушаю Но Это же Сильнее даже Промывает мозги Чем просто диалог А таких людей Было много В компаниях Кстати Вот феномен Маммардашвили У меня есть ощущение Что он В глубине души Издевался Над теми людьми Которые слушали Его лекции Которые обожествляли Каждое его слово И в огромной степени Это была клоунада Вот я послушал Записи лекций У меня есть полное ощущение Что он Всех их вводит за нос У вас не было Такого чувства Ну я никогда Не была на его лекциях Но с другой стороны Я могу понять Что любой человек Который выступает Перед толпой Немножко Он всегда Надо Это закон Закон Вы знаете Я помню Антокольский Мне в свое время Рассказывал Как он был влюблен В северянина А северянин Выходил на сцену В сюртуке И пел Свои там Эти поэзы И прочее И так далее Да И кстати Он-то Сильно Насмехался Над толпой Которая его Превозносила Да Так вот Поэт Поэт Крупнейший В поколении А всю жизнь Тоже Проходил В клоунах Это ужасно Ведь на самом деле Понимаете Потому что он Боялся своего Истинного масштаба У вас было ощущение Что он великий поэт? Не знаю Нет? Я как-то по молодости Не делила людей На такие Нет Но это эксцентриада Безумная А все время Большой трагический Поэт Настоящий Вы знаете что Это пожалуй Вот Это поздняя Такая оценка Или вы А мы же общались Ну он приходил Садился Вот в кресло Как вот вы сейчас Сидите Или я там И начинал Впоминать что-то Причем забавные истории Я тогда думаю Боже мой Сколько же он знает Этих историй Сколько же Как интересно Сейчас я могу Рассказывать тоже Как Шахерезада Там Эти истории Я набитый Этими пластинками Но А тогда Мы просто Это воспринимали Ну В поколение Да Ну мне повезло С остериками Сказать честно В общем Ну и Завадский Наверное Тоже Или нет Завадского Я не знала Не знали совсем Я театральных Мало знала Я вообще Не театральных Вот он Говорят Был крайне интересен Ну Судя вообще По Скорее Таким воспоминаниям Цветаевы Да Естественно Что не могу я вас не спросить Про фильм Только что вышедший Мне показалось Что сценарий Вы делали с Любой вдвоем И все ваши взаимные колкости Были там прописаны вами Это правда? Нет 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 Это Фильм абсолютно Сделался без меня Я вообще Отстранилась от этого Люба же хотела Снимать что-то другое Но без сценария Без Объяснения Даже мы пробовали Что-то снимать Там ночью Но непонятно о чем Хрустали Остались После этой ночи Где-то там И так далее И я просто отстранилась Я сказала Я в этом участвовать не буду Но Я помню Меня там Многие уговаривали Но тем не менее Я очень рассердилась И отстранилась Это все было без меня А вот Эти диалоги О которых вы сейчас Там говорите Это просто До фильма Просто у нее В комнате Ну как бы Вот разговор Ни о чем То что называется Я даже не думала Что это попадет На экран Нет Но это очень органично Ну Почему бы нет Я помню Была идея фильма Про умнягу Про умную женщину Женщину 70-х Что для вас Ходит в понятие ума Я этого сформулировать не могу Не знаю Не знаю Ведь ум же бывает разный Ум практический Хитрый Житейский Ну Или Литературный Ну и так далее То есть Тут в зависимости От окраски От окраски И от человека Ум бывает разный Ум проявляется По-разному Но с другой стороны Если он Ну Ум Мне кажется Это не самое главное Нет Это конечно Самое главное Потому что Знаете Это функция от совести Мне кажется Ум Это проявление Снисходительности К окружающим Милосердием Это зависит от человека Это Это Порядочный Добрый человек Умный Тогда да Но ум бывает Иногда И у дьявола А вам случалось Видеть Да Они же очень Самовлюбленные Как правило Недалекие Нет Все-таки Люди умны И поэтому Эта самовлюбленность Скрывается Если она даже Есть где-то Там Но это Недалек Ну слушайте Ну все Дьявольские Шутки Как правило Очень Наивные Это все Бесенята Да Ну так Бесенята же Глупы Конечно Это вот Как раз Это Это Всегда Легко Просчитать А вот Умного Дьявола Вы не Просчитаете А вам Случалось Видеть Умного Дьявола Ну Не дай бог Конечно Но То есть Человек Который Наслаждался Безлом В человеческом Качестве Встречался Да Да И эти люди Были Дальновидны Хитры Они Проявляются По поступкам Потом Их Судит История Мне кажется Что злость Вообще Любая злость Особенно Человекинавистничество Любое Это всегда Очень наивно Очень Самовлюбленно И Злость Может быть Понты Какие-то В этом страшные Ну Злость Злость Это же Какая-то Такая Легкая Маленькая Эмоция Злость Это же А здесь Такая Антологическая Ненависть Вы имеете в виду Желание Сделать Дрянь Ну Опять-таки Понимаете Это все Локальные Дела На самом Деле Это да На сегодняшний Момент Предположим Завтра Грань Повернется Совершенно По-другому Человек Многогранен Все-таки Вы знаете С другой стороны Если так Подумать Об этом Люди Иногда Привыкают К этой Грани И Это Становится Такой Маской Железной Люди Продолжают Быть сторонниками Сталина Что все Понимая Про войну Они хотят Войны Что это За странная Грань Именно Русской Натуры Я думаю Что это Просто Ностальгия По своей Молодости И по Своему По своим Ранним Каких-то Ожиданий Ну и так Далее Они Они не Различают Эти люди Не различают Молодые Годы Они думают Что Они такие Всегда Поэтому Я думаю Что это Это Такое Заблуждение Немножко Темного Человека Непросветленного Необразованного А вы Про него Что-нибудь Понимали В 52 Году Во всяком Случае Я помню Что Я в этом Смысле Была равнодушна До сих пор Но Когда Москва Гудела И его Хоронили Мы С моей Подругой Школьной В Охапку Тазы Мочалки И полотенца Шли в баню Потому что Никаких же Не было Ванны Прочее Вот Но не потому что Специально Опять-таки Ну Да Есть такая Точка зрения Что лучшая Драматургия На возрастных Актрис Лучшие роли После 40 Вы с этим Согласны? Я согласна С тем Что после 40 Актер Проявляется Человечески Потому что До 40 Он может Играть На Волнение На энергии На молодости На симпатии Ну и так далее И так далее На новизне За ним интересно Наблюдать После 40 Человек Проявляется Внешне Не только актер Кстати И тут Ценится уже В актерах Личность И вот эта Вот Такая Двойственность Она мне кажется Ценнее всего Ну во всяком случае На сегодняшний день Так точно Вот например Вы Дау Видели что-нибудь Нет? Все видел Да Вот значит Вы помните Когда там Васильев С Курентисом С Курентисом Капица Диалог Капица И Дау Они играют Ну просто Отвратительно Они вообще Не играют Да Но За каждым Есть Судьба Характер Талант И прочее Поэтому Это Индифицируется С персонажем Да И поэтому Это более убедительно Нежели бы сыграл Это какой-нибудь Профессиональный актер Кстати Вы по-моему Из немногих людей Которые Относятся к Дау С интересом И одобрением Нет Я не видела Вообще Не смотрели Ну Какие-то куски И меня это было Я понимала Что это очень Масштабный замысел Да Вот величие ослепляет Да Кому Не по плечу Вообще Вот такой уникальный Уникальный замысел Но Как бы Мне было неинтересно Наверное Я так Начинала смотреть И заканчивала Но вот Перемонтированные серии Которые Васильев Перемонтировал Вот со своими Это я посмотрела Мне было интересно Вы с Васильевым работали? Да А что вы делаете с ним? Я помню Ну, во-первых В школе Вот тогда Да Был спектакль У него Дон Жуан И другие стихи Пушкина Я Там Нужна была замена Я ввелась Но там Не только Дон Нано Там и другие стихи Пушкин А потом Хемингуэя Вот наша последняя была работа Года два или три назад Старик и море Старик и море Ну, это была пытка, конечно Вот Ну, и сейчас Стараемся что-то придумать Ваше отношение к его театру Какое? Что это действительно Великая лаборатория? Или что это Ну, как бы Развлечение режиссера Которому надоело? Нет Это лаборатория Это Иду туда Не знаю куда Найду Но не знаю что Это очень важно И поэтому Иногда бывает результат Иногда нет Иногда у него бывали результаты Очень хорошие спектакли Вот, кстати, этот Дон Жуан Очень Очень хороший спектакль Там Евгений Онегин То есть У него были Очень Потрясающие всплески Какие-то открытия Но он Эстет Он художник Он идет туда Поэтому А это Это трудно Потому что Гарантий нет Тут как бы Все не протоптано Не протоптано Я вспоминаю Как вы читали Пиковую даму В фильме Для меня Пиковая дама Всегда была Главной пушкинской загадкой Про что для вас Эта история Для меня Про тайную недоброжелательность Что он все время Чувствует Этот взгляд Страшной старухи Что вся его судьба Это тайная Недоброжелательность Чья-то Ну, помните эпиграф Что это Ощущение человека Которого там За что-то не любят И ему всегда Выпадает Эта пиковая дама Когда он Уже, казалось бы Знает все секреты Ну, вы знаете Вы судите Как так Литературный Вет Критика А для вас Она про что А для актера Это всегда изнутри И там нет слов Там есть Какие-то Смутные понятия Интуиция Дословесная И слова Необретаемая Но там видно Что вы с наслаждением Читаете этот текст Но Потому что Текст-то прекрасный Текст прекрасный Но чем он вызван К жизни Почему он Это написал Вот этого Я не понимал Никогда Видимо Потому что Он был Очень невезуч В картах И страшно Любил Это дело Ну Это тоже Наверное Наверное Да Ведь у него Разные бывают Ну Если так По Пушкину Совершенно Такие Откровения И в ту И в другую Сторону Поэтому Своего Состояния Но Очень Очень Умные Очень Ясные Ясные По высказыванию Вот эти Как раз Он Совершенно Уникальный В этом смысле Потому что Мысли Очень ясные Очень Точные Точно Выраженные Да Поэтому Пожалуй Такого Ни у кого Нет Да Поэтому Он так И утешителен Во время Депрессии Потому что Это некая Твердая Ясная Опора Это безусловно Так Нет Мне его Жалко Жалко Особенно Когда я Читаю письма Или вообще Что-нибудь Мне его Жалко Ну знаете Он их Вообще 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 Его Жалко Но он Их Всех Сделал В конце Концов Ну да Но жизнь То Мне Жизнь Была Не сладкая Но он Их Всех Сумел Видите Даже Ситуацию Изначально Проигрышную Ситуацию Нелюбящей Жены Он сумел Развернуть Свою пользу И все равно Он выиграл Ситуацию Как мы знаем Ценой жизни Но он из нее Вышел Триумфатором Не думаю Нет Не думаю Потому что Даже последний Вот Его год И Как Этого В общем Зачем он туда В этот свет шел Они же Они сильные Богатые Самоуверенные Очень точно Настроенные На свою жизнь А он В отличие от него Да Ну и так далее Мне его В этой В этой мизансцене Очень жалко Да А в конце концов Он вытер На них ноги Ну в конце концов Это вот на сегодня Это сегодня Маленький Некрасивый Рогатый муж Побеждает Роскошного Блондина Все получилось Видите Дантес же Не отскребся От этого Никогда И Все правильно Ну тем не менее Дантес Прожил Там Я не знаю Очень успешную Жизнь Да Очень И благоденствовал А в загробную Жизнь Вы никак Не верите Мне бы хотелось Верить Мы туда всегда Прорываемся Рвемся А нас не пускают Да Нет Ну все-таки То что она Есть Вас пустили Ну то что она Есть по-моему Несомненно Даже если бы у меня Не было Околосмертного опыта Я точно Совершенно знал бы Что она есть Потому что ну иначе Совсем все бессмысленно Ну так легче жить Действительно Конечно Конечно Знаете Мучительная для меня Тема Но я не могу Об этом не спросить Вот фильм Шипитька ты и я Я знаю Что вы не хотели играть И вас ввели За два дня до съем По-моему Это очень плохой фильм Почему так получилось Он душный Понимаете В нем вот нет Ничего живого А режиссер Гениально это видно Что она хотела сделать И почему это так получилось Ну во-первых Тут все Все как бы Неверно для меня Вот то что вы сейчас сказали Во-первых Не то что я не хотела Играть Должна была играть Белла Ахмадулина Эту роль Но ее там Не пустил худсовет Сказали Ни актрисы Не надо Поэтому я Как бы Впрыгивала По просьбе Шипитька И Висбора Мы жили в одном доме Поэтому И так далее Впрыгнула У меня завтра съемки Не костюма Я была То в Шипитькинском То в своем Ну и так далее В каком-то Я не знаю Немыслимом паричке Который нашли На дне Сундука И поэтому Закрылась Береточкой Ну и так далее Что касается Меня А что касается Фильма Ну я кстати Слышала Я его Целиком Не видела Но Со стороны В общем Тоже умных людей Слышала Совершенно Противоположное Что это Очень хороший Да Фильм Потому что Там все-таки Что-то Наверное Проявляется По той жизни Потому что Шпаликов Сценарий Шпаликова Сценарий Был недоделан Он его Дописывал В течение Я помню Там Нужно уже снимать А диалога нет Он приходил Не в очень хорошей форме И этот диалог Как-то Совместно Там Соединялся Поэтому Он Сценарий А для Шипитька В принципе Нужна всегда была Жесткая основа Сценарная И потом Эта жизнь Этой интеллигенции Этого слоя Это не была Ее жизнь И поэтому Для нее Столица Была Совершенно По-другому А это все-таки Про А Шпаликов Как бы Наш человек Да Поэтому Тут немножко Было Несоответствие Но там Был очень хороший Оператор Книжинский Там было Там много Было Ну там актеры Не дурные Вообще Ну актеры Да Тишков Нет я думаю Что вы не совсем Правы У вас есть Какое-то Предубеждение Но иногда Ведь надо Судить Не совсем По результату А вот это Интересная мысль А почему Вот по Ну по каким-то Благим намерениям Во всяком случае Они тоже Иногда имеют Место быть И иногда Более интересны Бывают Чем результат Потому что Вот эти Благие намерения Бывают неожиданны Какая-то идея Которая Ну да Но вообще Любой авангард Любая новая идея Она всегда Недоработанная Она всегда Только как бы Вот Ну показывает Вот это Вот туда А вы уже Разгребаете И вы уже Разрабатываете Поэтому Это для того Времени Этот был фильм Очень Про что этот фильм Про интеллигенцию Про интеллигенцию Которая Запутывается В отношениях И в жизни Конечно Вот если сейчас Это писать Про то время Да Мы все знаем И так далее Очень жестко Можно написать Даже я могу Написать Такой сценарий Потому что Все ясно А мы же тогда Это тоже Опять-таки Дословесные вещи Как бы Про себя Ну ощущение Понимаете Жуткой Духоты И скуки Вот может Она это Хотела изобразить Люди говорят Как не говорят В жизни Делают Какие-то Эксцентриады Безумные Ну в общем Есть Кстати Июльский дождь У меня вызывает Такие же чувства Духота Июльский дождь Я не видела Как и этот фильм Но вы знаете Что вот люди Не говорят Абела Ахмадулина Что говорила Как все говорят Как в жизни Все Да Совершенно другой человек Или там Ну я не буду Вам сейчас Все эти вот Примеры Люди Были другие Которые Например Вокруг меня Они были другие Они были Вот Сейчас Вы бы сказали Ну кто это такой Да То есть Мы сейчас Немножко Все смазаны Под одну Гребенку Это можно Понять Нас время Причесало Но тем более Уже как бы Возраст Мы уже Все знаем Как вы думаете Нынешняя ситуация Застоя Некоторого Удушья Может породить Такой же Культурный взлет Как в 70-е годы Боюсь что нет Потому что Нужна почва Понимаете Роза ведь не Зацветет На помойке А здесь Она истощена Уже сильно Это будет Боюсь что да Потому что Во-первых Забвение Прошлого И опыта Стариков Так Будем называть Которые Не нужны Для молодежи Поэтому Вот я и говорю Роза не расцветет Сама по себе Это будут Другие Они будут Другие Будут Другие люди А вот О чем вы говорите Нет Я думаю Что это уже Закончилось Или Надо пережить Перескочить Это Это время Когда поймут Что ушли В тупик Когда поймут Что ну просто Вот Лбом в стенку И дальше Это же ведь Как бы Там нет прохода Там слишком Все определенно Вот этот путь Он предсказуемо Я думаю Да Очень предсказуемо И я думаю Когда Поймут То может быть Начнут сначала Когда вы делали Настройщика Единственный фильм Кира Муратовой Который любят Все Потому что Вот там Она позволяла Себе и сентиментальность И юмор И все что хотите Потому что Остальное Она конечно Очень радикальный режиссер А Как вам работалось С Ренатой Потому что Она говорит Что Ей все время Приходилось Между Такими глыбами Как вы И Кира Георгиевна Как-то лавировать Как это было Вообще Да сказать честно По-моему Никак Я ее как-то Не очень Мне кажется Заметила Потому что У меня Там и сцен с ней не было У меня же там сцен с ней не было А что Когда вы открываете дверь Она стоит с косой Это нет? Ну и что Это же по сценарию Да У меня же потом Это Почему Там коза Это ваша коса Нет Это соседа А почему Потому что там козы Я отвечаю То есть это сценарий То есть там ничего неожиданного не было А вообще приятно было На этой картине работать Да Да Пожалуй Есть ощущение счастья все-таки Нет Счастья нет Это как бы Я вообще не очень понимаю Что это такое Но Вернее Это секундные дела А там Например Я месяц Жила в Одессе Первый раз в жизни Месяц Жила в Одессе И причем Я понимаю Киру Которая Зацепилась За эту Одессу И не хотела Оттуда никуда Там Эмигрировать Ни в Москву Да Там люди странные Ну например Там Чтобы не говорить У меня вот это Пекинес Которого Это мой Пекинес Которого Кира Кстати Это единственный Вот В моей практике Режиссер Которая Репетировала Перед съемками Она приезжала В Москву Жила В посольстве Украины Это просто Напротив моего дома Собирала всех И мы Как бы читали То что это происходит В театре Это В кино никогда Чтобы все вместе В кино Вообще Ты первый раз видишь человека И надо Силовать Играть конец Да А тут Я ходила На эти репетиции Со своим Пекинесом Потому что Его надо Выгуливать А он уже Старенький Весь облезлый И я им Говорю Кира А давайте Я буду Играть с этим Пекинесом Я подумала Я прикроюсь Этим Пекинесом Очень будет Хорошо Он за меня Сыграет Она говорит Ну да А потом я буду Думать в монтаже Пекинес Сейчас сидит В кресле А мне Эта сцена Не нужна И вдруг Он потом Оказывается На шкафу Каким образом Нет Нет Животное Снимать Это Вообще Это надо Специально Это Сейчас Мне не до этого Ладно Ну хорошо Разъехались Вдруг мне звонит И говорит Я придумала Вы будете носить Его все время На руках Я его носила Все время На руках Ну иногда Рядом А это кстати Красиво Придумано Очень Я подумала Ну все Это Мне даже Не надо думать О роли Он за меня сыграет И я Тем более Что я его носила На руках И в жизни Он старенький И облезжий И поэтому Было холодно Я всегда Прикрывала Что вообще Не видела Что он такой Облезжий И мы Иду по улице Со своим Пекинесом Женщина какая-то Идет По улице просто Это что У вас Кошка Или собака Я говорю Собака А какой породы Я говорю Пекинес Пекинес Пекин Китаец А глаза русские Причем На полном Серьезе И вот Это Это Одесса Или Например Мне там Сняли Квартиру На первом Этаже И Такой Двор Одесский Большой Солнечный И Огромное Пространство Я выхожу Опять-таки Со своим Пекинесом И вижу Что там вдалеке Лежат кошки Вот в такой Расслабленной Позе На боку Всякие Рыжие Черные Какие-то Еще И метет Женщина Метлой Берет Кошек Под ними Вот так вот Метет Бросает Они в той же Позе Такими Лужицами Распластаются И она Мне через Этот А кошки Их много И разные А мы Пекинесик Маленький И она Мне через Двор Кричит Ну куда-то Со своим Псом Видишь Тут кошки Отдыхают Тоже Одесса Вот Поэтому Все Кирины Эти маски Которые Может быть Раздражают Неумением Играть Вообще И так далее Потому что Они слишком Локальные Это Одесса Она Это Ее почва Это ее Земля Вы согласны Что Русланова Была человеком Колоссального Ума И внутренней Культуры Хотя Всю жизнь Изображала Грубость Почвенность Необразованность И так далее Не знаю Но вы же с ней Там отработали Да Но я не знаю Я с ней никак Не общалась Нет Вне площадки Никогда Было ощущение Что годы Прожили вместе Как собственно И в фильме Нет Нет Я даже не знала Как она живет Где она живет Что она любит И вообще Мы никогда С ней не разговаривали Вот просто так Как сейчас с вами Вот она была Человек дикого ума Конечно может быть И стихийного Ума Хитрости Памяти Какой-то вот Невероятный Но она Как бы Это вот Это Мордюкова Вот Это то направление Да Того плана Да И там Знаете Ну вы на стройщика Смотрели Я думаю Да Вот эта сцена Когда игрушки в окне Ну тут рыдали Каменные люди Помните Когда она едет С этим обманщиком А в окне Продают игрушку Ну это такие рыдания И финал Конечно Но вы знаете Это не очень получилось Потому что Это не было в сценарии Это я вам расскажу Мы со своим Пекинесом Едем На поезде Зимой Во всем Был снег В Одессу На съемки И ночью Остановился поезд И мне нужно Выголить Пекинеса И вот мы вышли И И был такой Снег Мокрый Такой косой С этими фонарями Очень красиво И пустынное Пространство Такое серое И вдруг Из заднего Там Бегут По этому пространству По перрону Толпа С этими игрушками Они увидели меня И бегут На меня Все Чтобы Продать Сучит Потому что Оказалось Что там Фабрика Игрушек А также Расплачивались Этими игрушками Я приезжаю Рассказываю Это Кири И Ей это все Очень понравилось И она Решила это снять Но Это было хорошо Когда вот этот Мокрый снег Через эти фонари Пустынное пространство Это вот Одинокая женщина С этим Несчастным Пекинесом И вот На нее Это толпа Этих слонов И Этих Ужасных Монстров Вот это Имеет место Имеет место Быть Более жестокая Мокрый снег Пекинесом Глубокая Его начальник Они были Мне кажется Вокруг У Авербах У Авербах Не было Я не видела Не сниматься Совершенно Ну да Привязанность Когда не можешь Без этого человека Ну как бы Так жить А не спать Спать можно Со всеми Вот это То о чем Я говорю Правильно Но это Это не любовь И не влюбленность Это все Быстро проходящие Чувства Это что-то Другое Это название Наверное И нет Есть близости Людей Заветные черта Вот тебе Ну да Черта Которую Ну да Которую Опять-таки Даже он Не назвал Вот Странная история С Ахматовой Которая Большую роль Играет Ваших Поздних Филологических Казусах В их исследованиях Мне кажется Она была Очень хорошим Человеком Я бы Ей все Мог о себе Рассказать А какое У вас Восприятие Ее Как личности Потому что Без личности Не может быть Поэт Это взрыватель Без которого Граната не взрывается Как вы ее Воспринимаете По-человечески Ну Дима Ну ведь Зачем вы меня Спрашиваете Такие В общем Трудно Необъяснимые Вопросы Потому что Ну в разном Периоде Она была Разная Мне кажется Она не меняла Как про любого Человека Нельзя сказать Про любого Человека Что он Такой Он в разных Проявлениях Разный И слава И слава богу А тем более Творческий Человек И чем Чем больше Граней У человека И тем Чем больше Он граница И разница И по-другому Как бы Проявляется Тем интереснее Тем более Он глубокий человек И более интересный По-моему У нее была Одна черта Основополагающая Она не боялась Быть плохой Какая есть Желаю вам Другую Не боялась Быть растоптанной Не боялась Быть в поражении Поэтому сумела Написать реквием Из растоптанного Блажения Вы забываете Сороковые годы Прочитайте Дневники Бергольц Когда Это сороковые Уже годы Когда Но даже Это пришла Полусумасшедшая Выжившая Из ума Старуха То есть Нет Ну Это Вырывать Из контекста Времени Нельзя Человеку Если уж Вы сами Упомянули Дневники Бергольц Фактически Вы ее играли В Дневных Звездах Хотя это героиня Но все-таки Мне никак Вот это самое страшное Во-первых Не хотел я об этом Говорить вообще Но Мне никак Бергольц Есть слова Если бы не тюрьма Мы бы не выдержали войну Как по-вашему Это она пытается Оправдать для себя Свой тюремный опыт Или это правда Если бы не террор Тридцатых годов Мы проиграли бы В сороковые Не знаю Что касается Бергольц Мне кажется Недаром она Во время Там Вот блокады Когда у нее влюбленность Ну и так далее Я никогда Такой красивой Такой счастливой Не была Несмотря на то Что умер Любимый муж Но в то же время Другой И она была Очень востребована И в любви И Да Как бы Городу Тут надо Тут надо Говорить И много Вспоминать И опять-таки Нельзя говорить Вообще Ну знаете У них же у всех Была эта тенденция Оправдывать катастрофу И вот Некрасов Который пишет Что если бы не годы отступления Ну два года отступления Мы бы не выдержали Сталинграда Если бы не тюрьма Мы бы не выиграли войну И так далее Они все время Словно пытаются Оправдать террор Понимаете Вот в чем ужас Ну может быть Они и правы Для своей Каждый Для своей судьбы Но если Немножко Вот с нашей Точки зрения На все это посмотреть Это все более Раздроблено Все более Сложнее намного Сложнее Да Я просто понимаю Ее чувства Понимаете Ей надо Свою тюрьму Своё унижение Свой кошмар Чем-то оправдать Задним числом И вот она оправдывает Этим Что если бы не война Если бы не тюрьма Я не пережила бы блокаду Вот у нее Такой есть опыт Понять это можно Понять это можно Но в то же время Можно и возразить Потому что Это на самом деле Не так Хочется возразить Ну да Мне кстати кажется Что дневники Бергольд Самые откровенные Более страшных Дневников нет У нее действительно Только что умер муж Она переживает Любовь к Макогоненко Она вспоминает Ужасное умирание мужа Это все в блокаде Коктейль невероятный Вы ее снули? Да Но кстати Про дневники Более страшные Когда жизнь С Макогоненко Когда у нее все ушло Ужасно Вот тут откровенность Запредельная Я ее знала Вы знаете Что когда Стала сниматься Мне как бы Она хотела На меня посмотреть И как бы Меня все время К ней Но я так Чисто интуитивно Я не хотела Этой встречи Потому что я думала Что я буду Ее копировать А это В общем Как бы Ну и так далее И когда Она посмотрела Потом кино На Мосфильме И целовала В плечика Таланкина Она после этого Приехала в театр На Таганку А у нас в это время Десять дней Которые потрясли мир Где мы все играли Разные роли А я шансонетку Тоже И вот Мне сказали В кабинете У любимого Сидит Бергольц И Любимов Просит подняться И я в этом костюме Шансонетки С этими Ну и так далее Поднимаюсь Она меня видит В общем Квадратными глазами Но и с другой стороны Я на нее смотрю Это была тоже По-моему Зима Ну вообще холодно было А она была в босоножках С шерстяными носками Шерстяные носки И босоножки И вообще Какая-то неустроенность Она была уже полностью Не в себе Я чувствую Ну вы знаете Да Ну ладно Не ладно И когда у нее был Юбилей В Ленинграде Мы с Антокольским Антокольский меня взял Мы с ним поехали На этот юбилей И вот стол Мы как раз Я сижу против Напротив нее И она уже начинает напиваться И глядя на меня Говорит Вот А тут тосты Ее славят Ну и так далее Как это всегда бывает В этих Вот сейчас Как напьюсь Как заэзу под стол И как начну лаять На них всех Мы еле-еле Еле ее удержали Ну и так далее То есть Вообще Трагическая судьба Ну какая она была Фантастическая красавица Ну именно вот Красивая Обаяние В сороковом году Это было что-то невероятное Знаете Она в 30 лет расцвела Вот это был ее возраст Там устоять было Невозможно совершить Главное Это такая Просто красота Красота Эротическая Наглая Вызывающая Просто Потрясающая Я не могу не спросить Про 6 июля Вы знаете У меня большая слабость К этой эпохе Какое было ваше отношение К Спиридоновой Когда вы играли Марсанну Да никакого Она по фотографиям была Она была некрасивой Затянутой в корсет Такая дама Я не знаю Шиньоны у них Или парики Во всяком случае Почему-то много волос Всегда у них Я всегда поражаюсь Откуда у них Хотя столько волос И шляпу наверху И Когда меня пригласили Сделать Я говорю Боже мой Ну и буду я играть Эту дуру В шляпе С этими париками Совершенно другой тип Так мне казалось Вот от незнания И вот я попросила Мне сшить костюмы В современном ателье На два номера побольше Вот приблизительно Как я сейчас Ну помешковать Вот как я сейчас Да Это мое обычное Такое дело Потому что можно Играть вот в этом Все что угодно И так и так И переписала И переписала речь на съезде Потому что она была Какая-то Неудобоварима В разговоре Да-да Ну и потом Все-таки я же Закончила университет Политэкономию Я приблизительно Ну так край муха У нас это был курс Об этом Но у меня это было неинтересно Я скорее на подсказках Ну вам тогда, конечно Про 6 июля Правды не говорили Вам говорили Что это был мятеж Я даже не помню Что нам говорили Но правда Всегда проскальзывала Ну а Это же как бы Наше жизнь Мы всегда все равно Все знаем Конечно знаем Да Вот Поэтому Мы всегда все знаем Потому что это единственное время Когда Ильича видели с оружием То есть все было достаточно серьезно Да Да Но во всяком случае Я не знаю Что там произошло с Шатровым Он со мной Перестал здороваться Вы переписали речь Не знаете Что там произошло Не знаю Но как-то Мне было это Совершенно все равно Ну так это да Ну это я понимаю Пьеса-то плохая В общем Даже не пьеса Да, сценарий Плохой Но фильм-то очень хороший И мне показалось Что она вам крайне симпатична Вы ее играете с восторгом Это скрыть нельзя Вы знаете Это по молодости Это же было Какой там 68-й год Я не помню Какой 68-й год Да Это по молодости По молодости Тогда я играла Хотела сыграть все Вот все абсолютно Но она грандиозная женщина Она не вызывала у вас Как Перовская Я не знаю Ну этот русский Революционный тип Сейчас бы никогда В жизни бы я на это не согласилась Почему? Да ну скучно Ну они были чистые люди Ну, Алла Сергеевна Ну Ну скучно в этом копаться А вот Федре не скучно Не скучно Потому что это Цветаеву И как перевести стихи сложные Цветаевские на театральный язык Задача А ведь главное решить задачу Она иногда неразрешимая И мы два года ее пытались разрешить Два года мы репетировали И у нас ничего не получалось Нет, профессиональная задача очень интересная Читать Цветаеву со сцены Да, потому что Не читать А переводить на театральный язык А Федра вам кажется Хорошая пьеса? У Цветаевой, да Именно Цветаевская Вот это да У Цветаевой, да Все остальное Там надо идти Влезать уже В древнегреческую Когда не было Слово совесть Они не знали, что это такое Когда была кара Когда было предопределение Ну и так далее То есть там были другие законы Поэтому там надо влезать в другое И поэтому совершенно другие задачи Мне кажется, что Федра нарочно написана так У Цветаевой Чтобы ее нельзя было поставить Потому что это такой ломаный язык безумный Такая строфика Ну это нельзя сказать, чтобы это звучало Антитеатральная пьеса по природе Да, это я с вами согласна И вы ее переломили Ну во всяком случае Мы там, правда, много ввели Во-первых, из ее дневников Записи Из писем Потом два стихотворения Которые Плач Федра по Ипполиту Ипполит болит И послание Федры Письмо Это не входило в пьесу Поэтому пришлось многое вводить И много адаптировать Для меня Поэм без героя Это история про два предвоенных года 13-й и 40-й И про то, как наступает Всеобщая расплата За маленькие личные грехи А что вы там находите И почему вы долго с ней работаете Что для вас это Поэма без героя Да Таинственные вещи Ну вы знаете, что Это скорее такая энциклопедия Культурной жизни Да Поэтому это И не 13-й год И не 40-й И вообще никакой Там входят все Вот не даром Там она говорит На черновике Твоем пишу Не помню Да, у меня на твоем А так как мне бумаги И так далее То есть Это черновик Всех Да Там можно встретить Всех Пушкиным И Гумилёвым И всех Всех И не только По даже Каким-то строчкам По каким-то ассоциациям По каким-то До Вот это всего Даже в сюжетах Они Гранятся Они множатся Недаром она Основную сцену Вот Когда про поэтов Она вводит это В зеркальный зал В Шереметьевского дворца А там Эти Семь Зеркал Больших Семь внизу Повторяют окна И еще по бокам И когда зеркало Зеркалу снится Тишина 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 Сторожительная И так далее И вот представляете Вы в зеркале Вы в этом зеркальном зале Вы множитесь В этих зеркалах Бесконечное количество раз И потом Вот сидя там на гриме Всегда трильяж В этом Да И вот А их много Потому что всегда В комнате Там как бы Несколько столов И вот иногда так Ну Предположим Ты сидишь одна Потому что Ну так И вот ты видишь В это зеркало Боковое зеркало Чужого человека Который там отражается Вы же не видите себя С этой стороны Вы же не видите себя Вот с этой стороны А он там живет И он там отражается Другим человеком Поэтому там блок Это непонятно Не то блок Не то Маяковский Не то кто Не то Гумилев Ну и так далее То есть Поэтому это более сложная поэма Чем просто вот Как-то так Хронологически Но вы ее считаете Удачей Многие говорят Что это не ее жанр Вы знаете Вот как Когда много Слишком вот О чем-то думаешь Что это так надоедает И так Переходит в свою противоположность Что поэтому иногда Действительно Раздражает Но слава богу Это я как-то От этого отошла Меня это долго Сказать честно Держало Очень долго Ну вещь очень Загадочная Привлекательная Таинственная Хотя многим поэтам Они это не принимают Это знаете почему Им хочется Чтобы Ахматова была Только Ахматовой Времен вечера И чтобы она не росла Им так спокойнее А вот Зрелая Ахматова Это не для всех Конечно Ахматова Сороковых годов Я кстати думаю Что лучшее свое Она написала В конце 30-х Вот Над погибшим Парижем Ну когда с реквием Там Ну да Реквием И потом 40-е годы Это северные леги Северные леги Да Вот это Меня как реку Вообще лучшее стихотворение По-моему Меня как реку Суровая эпоха повернула Самое мое любимое Мне подменили жизнь Другой русло Мимо другого протекла она Я своих не знаю берегов Вы знаете что Тут посты абсолютно Трагической актрисы Вот и даже в ранних Вот это вот Я научилась Просто мудро жить 13-й год Казалось бы Молодая женщина Вот та Ахматова Которая Альтмановский портрет И прочее Ну и так далее Слава 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 Но тем не менее Вот это поступь Трагическая Недаром не Доброво Первый заметила Да Она еще сама Не думала об этом Он ее воткнул носом Вот в этот Трагизм И это только Аукнулось в 40-х годах Ну как В конце 30-х Когда Реквинг Стала писать Нет Вот это Узнала бы я зависть Наконец Это выдающееся Совершенно стихотворение Я уверен Что если бы она уехала Она бы всю жизнь Завидовала оставшимся Потому что у них Трагедия А у нее Непонятно что Мне кажется Этого интуитивно Был великий выбор Ну во всяком случае Да Потому что Вот когда уехала Там Цветаева Тэфи Ну и так далее Ну Ну Неизвестно что про нее Ну во всяком Тяжело было бы Тяжело Туда бы она не вписалась Точно Хотя Слава богу Слава богу Что ей повстречался В это время Кунин Который В общем Остановил Этот процесс Который был Самым талантливым Ее мужем Я думаю Ну кроме Гумилева Но Гумилев там Вообще Очень быстро История закончилась Как я понимаю А вот Пунина она любила И было за что Мне кажется Вы помните Его письмо Вот это Предсмертное Как бы В 49 году Да Безумное письмо Она его всю жизнь С собой носила Да В сумочках Да Было что носить Вот это Ну он Со стороны Как ты Увидел Ее масштаб Да А на самом деле Это Если Вообще Уже копаться В отношениях Человеческих Там все было По-другому И что касается Любви Как мы можем Это судить Кто кого любил Кто к кому Как относился Мне кажется Мне кажется Что все-таки Видение масштаба Это полдела Когда вы понимаете Масштаб человека Тогда вы его любите Мне кажется То есть это Я вот никогда Не мог не восхищаться Вот как я восхищаюсь Так я и полюбил Нельзя любить человека Которого презираешь Бывает конечно Всякое Но по-моему Невозможно Мне надо вот так Вот смотреть Это скорее всего Говорит о вас А не О той Не об объекте О чем вы говорите А вам Преклоняться Не нужно Не знаю Я не настолько Откровенно Буду говорить Да Я не настолько Знаю себя В конце концов Но тем не менее Вот мне Смехов говорил Что Демидова Обладает Эмпатией На грани фантастики Она другого человека Чувствует так Что может почувствовать Чужую головную боль И от нее морщится Я думаю Это так и есть Это рожденные Или приобретенные И то и другое Мне кажется Люди вообще прозрачные Все Причем Проявляются В совершенно В мелких Мелких реакциях Неожиданных Которые они Даже не подозревают Именно так Там они проявляются Ни в словах Ни в поступках Ни в чем Ни в привязанностях Меньше всего В словах Конечно Но ловить Чужое состояние Вы действительно Способны Это я думаю Очень неприятно А я Вообще Мало с кем Общаюсь Я к сожалению Такой К сожалению Для себя Отшельник Я в общем Мне бы жить В скиту Ну собственно Я так и живу Просто Это знаете Вот Собака же Чувствует Гораздо больше Запахов Чем мы Поэтому Ее мир Я думаю Полон Вот этих Тревожащих Раздражающих Сигналов Я думаю Ей очень трудно Думаю Что такая Высокая эмпатия Это примерно Такие же ощущения Когда вы сидите Где-то И чужие состояния До вас доходят Я думаю Это кошмар Ну поэтому Я например Не хожу в кино Вот Я перестала Ходить в театр Чтобы не сидеть Ну как бы В толпе Я Я от этого страдаю Потому что С одной стороны Мне тяжко Одиночество Сказать честно Мне оно надоело Безумно Но с другой стороны Когда я Это прорываю Мне еще хуже Знаете Вот Савина С которой мне Случалось Там несколько раз Не только Разговаривать Но и выпивать Замечательно Сказала Сижу без людей Как Сыч Ужасно Вышла к людям Через 10 минут Куда угодно Только не с ними Невыносимо Савина была Вот она тоже Была отшельник Иногда ей скучно Становилось Но с людьми Гораздо тяжелее Но мы с ней Вообще противоположны Да Она меня Почему-то Очень не любила Но не знаю Это началось Ведь С студенческого театра Мы там вместе были Но я бы другой человек Действительно А у нее более Счастливая судьба Мне кажется По-моему Такая страшная судьба По-моему Вот этот ребенок Ну Из-за рождения Ребенка Но это же потом Уже было Да Вот Когда вы едете Допустим По Москве Или когда вы Оказываетесь Вдруг в транспорте Холодный город Озлобленные люди Вы могли бы жить Ведь где угодно А живете в России Почему? В чем преимущество России для вас? А у меня как бы Не было особого выбора Хотя нет Было выбора Потому в 90-е годы Я в основном Как бы Я работала с Розополосом И И В то время Мы шастали по разным странам Мы делали спектакли В Афинах У него в театре Атис А потом возили Эти спектакли По всему миру Нет Можно было бы Где-то задержаться Но у меня даже Как бы И в голову Это не приходило Ну потому что Дом-то тут Вы себя ассоциируете С каким-нибудь животным? У вас там написано Вомбат? Да Вомбат Вомбату Друг и брат Да, да Так вот я вомбат Вы вомбат? Спасибо Это счастье А когда вы узнали о нем? У нас с Володей С мужем Были бесконечные игры Там Все 50 с лишним лет Причем началось Это вроде бы Таких игр Ну как бы цирк Животных Поэтому они приходили Потом кто-то уходил Кто-то умирал Там были все И обезьяны И лошади Ну и все Там были все Потому что у нас И собаки И кошки тоже были Вот А закончили С вомбатами Тасманийцами Потому что тасманийцы Это немножко Другие вомбаты Но чуть-чуть Как бы аристократы Да, они самые редкие Конечно И вомбаты Да Ну вот И это была Самая любимая игра У него был один характер Вомбата У меня другой И он даже потом Написал книжку Про детей Про этих вомбатов И там прослеживаются Наши отношения Но к сожалению Он торопился Его торопило Наверное издательство Или потому что Он боялся Что они напечатают Он там Это как-то Ну скомкал Но ведь вомбат толстый А вам это не присуще Нет, ну Это же не важно Это же все вымышленные Ведь герои Они как бы Ну что значит толстые Это же То и значит Нет Это же Внутренние ощущения Да Напоследок Как вы думаете Вам хотелось бы Ну не скажу вернуться В это время Но испытываете ли вы Тоску по началу Семидесятых В Таганке Было ли это Лучшее время Я вот там не жил Но я люто тоскую По этим временам Вы знаете что Я тоскую по общению С теми людьми По компаниям Ну Эрдман видимо Да Нет У меня была Немножко другая компания Там Боря Биргер Эдисон Денисов Это вот самые мои Такие близкие друзья А соответственно Вокруг Боря Биргена Кукольный театр Который Он сделал куклы Кукла была Белла Кукла была Там И мы ночами Там Сарнов Олег Чухонцев И Игорь Виноградов Представляете Какие прекрасные люди У Бори Собирались Писали сценарии Потом это Разыгрывали эти куклы Ну и так далее Интересно А денисовскую музыку Вы воспринимали Или Вначале нет Но он меня Очень Очень прочистил Мозги в этом смысле Водил на все Эти концерты И прочее И я например Помню Вот кстати Это даже Может быть и интересно Приехал такой Чик Корея Знаменитый Джазовый Ну и уникальный Пианист Ну и так далее Он джазовый человек И в честь него В доме музыки Устроили концерт Наших всех джазменов Да И вот мы пришли Денисов меня привел туда Мы пришли И Чик Корея сидел Как мы В публике А на сцене Вот просто знаете На разрыв аорты Играли наши Там Саксофонные Прочее Ну просто я видела Как они Ну раз в жизни Вот Чтобы Чик Корея А потом все-таки Попросили Чик Корея Что-нибудь И вот он вышел Сел За пианино И стал что-то Очень спокойно Перебирать И настолько Ушел в себя И настолько Ему было плевать Как он произведет Какое впечатление И настолько Он искал Гармонию С собой И с этими звуками И настолько Была эта концентрация Что я тогда подумала Вот наше русское Всем доказать И мы забыли уже Что такое гармония И поэтому Вот происходит Сейчас такая чертовня Со всем Что сейчас происходит В искусстве Да Здесь вы К сожалению Абсолютно Правы Есть ли у вас В планах Новая проза А у меня нет прозы Нет Но очерк о Смуктуновском Это проза Простите Воспоминания о Высоцком Это проза И довольно Высокие пробы Я не думала Об этом Сказать честно Я ведь пишу Как Как ребенок То есть Ну как Чик Корея Сижу и перебираю Нет Нет Чик Корея Это потому что Это все таки Как-то Хотя Чик Корея тоже заставили Так По заказу То есть Но Это скорее Вот понимаете Я так Вот сейчас Я посмотрела Вы говорили С Улицкой О соединении Вот Документальной Да Такой жанр Художественной Да А я тогда Еще раньше Когда я Это не слышала Ни от кого Я подумала А вообще Почему бы нельзя Соединить Вот эту документалистику Предположим Старых интервью Или каких-то этих Соединить С моими Вот сегодняшними мыслями Ну и так далее То есть Я начала Делать это Лоскутное одеяло Это Это не художественная проза Это И даже и не проза Это что-то другое Я не знаю Как определяется Этот жанр Это даже не актерские Книжки Нет Это не мемуары Никто Потому что там не байки Но вы будете Это продолжать С одной стороны Вроде бы Есть О чем Сказать честно Но Но не могу Найти жанр Я не могу Найти Как обращаться Вот Как А как об этом писать Потому что Просто Вот какими-то такими Как раньше Такими всплесками Памяти Я даже иногда думаю Может быть сделать Такой Ну просто Фразы какие-то А потом Я тут полезла В дневники Мне Мне в последнее время Очень нравится Читать дневники Чужие Да Чужие письма И чужие дневники Это самая честная литература Самая интересная Я залезла в свои дневники И ничего там особенного нет Потому что я в этом смысле Вот как у блока Мама пришла Тетя уехала Да Приблизительно такая фиксация Но за этой фиксацией Есть Такой Знаете Ход времени Как время меняется Тем не менее Но это надо читать Вот так От и до Вот как скользить По этим годам Может быть И это Не знаю Сказать честно И потом Сейчас Я не востребована Раньше Мне заказывали А сейчас Как бы Вот например Вот я вам сейчас дала Эти шесть книг Своих последних Но как продавать Эти книжки Я же не знаю Они у меня в связках Лежат дома Потому что Это же не издательские дела Это просто деньги Которые издательство Ну напечатали эти книги И все Почему я вам их принесла Потому что я их Раздаю Кому можно Ну чтобы избавиться От этих Поручите нам И мы продадим Это без проблем Мы даже Отдадим вам все деньги Один вечер В прямой речи Это улетит полностью А вы просто Сидите И написывайте И мы продадим Это с полпинка Потому что Это безумно интересно Читается Понимаете Я вот не предполагал Что Смуктуновский Был на самом деле Вот такой Мне казалось Что он такой Надмирный А он был Абсолютно простой И в общем В каких-то вещах Не понимавший Себя человек Но вы очень классно Про него написали То есть я Просто слышу Его интонации Стенографические Это очень круто Дай вам Бог здоровья Спасибо вам огромное Я должен вам сказать Что из всех людей Вашего Театрального И литературного поколения Вы наименее памятник И это внушает Такое уважение Понимаете Ведь вам Засахариться И окаменеть Ничего бы не стоило Ну и слава Богу Я в вашем лице Соприкасаюсь С живым нервом Всего этого И дай Бог вам так и дальше Спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok